Десять лет назад «Зенит» подписал неизвестного вратаря. Казалось, парень из греческого «Ксанти» будет бороться с Егором Бабуриным за место на лавке, но Юрий Ладыгин стал первым номером «Зенита», получил отличный контракт, а потом начал регулярно привозить, психовать и срываться. Почему же так вышло, выясним в этом видосе. Меня зовут Павел Городницкий, подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте изумрудный лайк и давайте погружаться в историю Юрия Ладыгина. Лето 2013 года. Я тогда работал в журнале «Еврофутбол» и мне из Москвы прилетело важное редакционное задание. Посмотреть матч за Суперкубок России ЦСКА «Зенит», написать колонку и упомянуть как можно больше деталей. Как же я гордился. Я понимал, что люди купят глянцевый журнал «Еврофутбол» и там на одной из первых полос будет мой текст. Я смотрел матч очень внимательно, гипервнимательно, вообще не моргая. ЦСКА тогда попустил «Зенит» 3-0 совершенно заслуженно, но лучшим в составе «Зенита», как ни странно, был неизвестный экипер Юрий Ладыгин, который тогда заменял Малафеева, у него была травма. И вот Юра совершал какие-то сумасшедшие, мистические сейвы, эффектно спасал «Зенит» от еще более унизительного разгрома. И я это подметил в своем тексте, а потом не без удовольствия прочитал в спортивных медиа, что вот Генич похвалил Юрия Ладыгина, а вот Валерий Непомнящий тоже впечатлен Юрием Ладыгином. Но когда у самого Юры спросили, а вот вы видели, респекты от Генича, от Непомнящего, он сказал, извините, если честно, я не знаю, кто это такие. Зато взлет самого Ладыгина получился таким стремительным, что о нем вскоре узнали вообще все. Первый тур чемпионата России 13-14. «Краснодар-Зенит» у Ладыгина 7 сейвов, это было крайне мощно. Дальше, август 2013 года, болельщики «Зенита» признали Ладыгина лучшим игроком месяца. Еще он дебютировал в Лиге чемпионов, а в сентябре 2013 года стал лучшим вратарем в РПЛ по количеству сейвов. То есть реально разрасталось вот это общее впечатление, что в России появилась новая звезда. В те времена у меня еще была сезонная аккредитация на «Зенит», я регулярно бывал в «Мигзоне», и вот я видел, как выходят игроки «Зенита», насупленные, такие «Ох, мы устали, не трогайте нас, пожалуйста», и выходит Юрий Ладыгин, и он светится, он готов общаться, готов фоткаться, готов кому-нибудь подмигнуть, кому-нибудь дать пять, где-нибудь расписаться для какого-нибудь там ребенка, какого-нибудь журналиста. То есть он себя вел вообще как европеец, у него было еще два любимых слова «блин» и «круто». Он с таким акцентом говорил по-русски, поэтому, если не знал, что сказать, всегда «Ох, блин, круто, очень круто, блин, вообще круто». Разумеется, новый вратарь «Зенита» тут же заинтересовал большие спортивные медиа, и вот Игорь Рабинер, который тогда работал в чемпионате, встретился с Ладыгином и записал действительно гигантский какой-то материал. Выяснилось, что Юра Ладыгин из небогатой семьи, когда ему было 10 лет, его семья перебралась в Грецию, потом в середине нулевых ненадолго возвращались во Владимир, но так там и не удалось адаптироваться. Решили, что все-таки в Европе лучше, хотя времена были очень тяжелыми, и, например, Ладыгин помогал маме собирать картошку, вообще пытался как-то с юности зарабатывать, чтобы какую-то копеечку домой приносить, а вратарем он, оказывается, стал, потому что в 2002 году, когда Юрий был уже 12 лет, он на чемпионате мира увидел камени, вдохновился и подумал, я хочу быть таким же, я хочу тоже отбивать мячи, а денег на перчатки не было, на вратарские, и поэтому ему взяли какие-то варежки, где были вот эти пальцы неразделенные, и он в этих варежках играл на воротах, еще раз, 12 лет, никакой совершенно не было спортшколы, просто решил, да, я хочу быть галкипером, потом все-таки нашел секцию, и там спросили, ребят, у кого какое амплуа, и он такой, а я вратарь, и его вообще не тестировали, ему просто поверили, что, а, да, парень, наверное, имеет какой-то опыт, сразу вручили настоящие вратарские перчатки и сказали, депозит 80 евро, иди, выбери себе бутсы, и Юра был на десятом небе отчасти, постепенно Юра дорос до Ксанти, это скромная греческая команда, но все-таки из элиты местного футбола, и в Ксанти Ладыгину платили 700 евро в месяц, и он балдел даже от такой суммы, потому что мог зарабатывать любимым делом, правда, толком не играл, потому что был совсем молодым, и его отправили в аренду, в команду второй греческой лиги, а там ему сказали, у тебя будет зарплата аж 1000 евро, и он такой потирал уже ручки, начинается новая, более сытая жизнь, но 1000 евро платили очень нерегулярно, из-за этого приходилось экономить даже на еде, жрать там целую неделю, например, макароны, нечем было заправлять машину, но до последнего Юра не жаловался своим боссам из Ксанти, то есть он делал вид, что все окей, и только потом уже, когда просто не мог приехать на тренировку физически, потому что не на чем было, потому что было никак, он позвонил и сказал, давайте что-то делать, и его вернули в Ксанти. Но Ладыгин все-таки не терял связи с Россией, были такие мини-контакты со Спартаком и Знальчика, но предметнее всего Ладыгин общался с Териком, когда там работал Станислав Черчесов. Черчесову Ладыгин нравился, он считал Юру талантливым голкипером, но честно сказал, Юрец, извини, но не получится оптимизировать состав Терика под тебя, что я имею в виду. Там было так много голкиперов на контрактах, что ну надо было кого-то выгнать, а некого. То есть Ладыгин остался без Терика, но самое забавное, что перед встречей с Черчесовым у Юры был какой-то матч, он ехал на эту встречу из другого города, из-за пробок опоздал, и Черчесов в фирменном стиле его пристыдил, сказал, если ты хочешь вырасти в какого-то топового вратаря, ты обязан быть более ответственным. И Ладыгин такой, да-да-да, конечно, мистер, конечно. Но потом они закорешились, правда, при Черчесове, уж честно скажем, Ладыгин в сборной России не играл. Теперь все-таки возвращаемся в начало десятых годов, и вот до Зенита Ладыгин провел на высшем уровне, то есть высшей лиге чемпионата Греции, один сезон, сезон 12-13, его уже вызывали в молодежную сборную Греции, его даже вызвали в основную сборную Греции, правда, он не вышел на поле, и потом это позволило ему не считаться легионером, потому что по правилам, если ты не играл в основную сборную, значит, ты можешь еще сменить футбольное гражданство. И когда Ладыгин приехал в Петербург, стал уже игроком Зенита, ему сказали, ты должен отказываться вообще от всех факсов, которые приезжают, прилетают из греческой федерации футбола. Вот тебя вызывают, ты говоришь, нет, 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 и Ладыгин пошел на это, хотя рисковал, потому что в теории он мог остаться в Греции, мечтать о каком-нибудь Панатинаекосе, Олимпиакосе, Паук, Аек, но там много команд, и вот из них попал бы точно в сборную, там бы играл, зона комфорта, все дела, но он понял, что Зенит, возможно, бывает раз в жизни, поэтому окей, чтобы не считаться легионером, я пошлю нахер в сборную Греции. Так рассуждал Ладыгин, был в этом риск? Конечно, был, но риск оказался оправданным. Какие у меня были впечатления от раннего Ладыгина? Да замечательные, мне он очень нравился, причем искренне, потому что у него были вандерфульные спасения, у него всегда были яркие, красивые свитера, как будто под него их шили, как будто вот дизайн формы специально для Юрия Ладыгина. Дальше, я балдел от того, что он реально вот праздновал голы, либо с фанатами, то есть Зенит забивает, он поворачивается, орет, там празднует, кайф. Либо он бежал к центру поля и вместе с партнерами, там куча мала, все дела, всех поздравлял, и у него спрашивали, а почему вы так делаете? Он говорит, да потому что я так привык, я тоже считаю себя вот частью этой комбинации, которая позволила забить гол. В принципе, логично. К чему я веду? К тому, что настороженного отношения к Ладыгину в Петербурге не было вообще. Мне кажется, не дня, он сразу всех обаял, и вот я смотрел футбол, на тот момент 10 лет, и все эти 10 лет в Зените вообще никогда не было проблем с вратарями. Либо Малафеев в прайме, либо Чентофальский в прайме, недолгий период, но тем не менее. То есть, ну вот гарантированно есть хороший кипер. И я так рассуждал. И вот Ладыгин, ему 23 года, очередной вратарь на 10 лет. Да, Малафеев уже 34, наверное, стоило задуматься ему о пенсии. И сам Малафеев, самое главное, что в интервью сказал, конечно, я бы мог сейчас напрячься, я бы мог навязать конкуренцию Ладыгину, но зачем мне ломать карьеру этому одаренному парню? То есть, Малафеев фактически благословил Ладыгина. Еще очень характерно, что в те времена регулярно выходили рейтинги sports.ru, я имею ввиду рейтинги зарплат, и там было так, типа, Халк до хрена миллионов евро в год, Вицель до хренища миллионов евро в год, Дани чуть поменьше, но тоже очень много, и Юра Ладыгин. Первый контракт с Зенитом 200 тысяч евро в год, потому что в Греции, в Ксанте в последний сезон он зарабатывал вообще 36 тысяч евро в год, взлет до 200 получился таким ощутимым, но на фоне зенитовских звезд Юра казался чуть ли не парнем из соседнего двора. И все же говорить о том, что Ладыгина вообще не критиковали, неправильно, это будет вранье, часто звучала такая фраза, у Юры нет школы, и когда-нибудь это скажется. И это была правдивая фраза про школу, потому что Юра начал поздно тренироваться, аж 12 лет, у него были паузы в занятиях, он учился даже не по ютубу, а по телевизору, то есть это фактически такой Женя Спиряков, который смог добраться до РПЛ. Очевидно, что очень многие мячи Ладыгин тащил на инстинктах, на кураже, за счет реакции, за счет природной пластичности, но еще я проверил эту инфу, в начале, вот в первые месяцы в Зените Ладыгину очень сильно помог тренер-вратарей Михаил Бирюков, который заметил, что да, техника у парня своеобразная, но если какие-то важные компоненты плавно внедрять, плавно дополнять, не нарушая при этом общую систему, которая уже есть в башке Ладыгина, то он постепенно может прогрессировать очень аккуратно, очень деликатно, и действительно, Ладыгин реально рос, хотя игра на выходах оставалась заметным таким слабым местом. Так уж получилось, что почти все культовые моменты Ладыгина в Зените и взлеты, и падения я увидел своими глазами. Например, осенью 13-го года он играл так надежно, что заставил забыть про Малафеева, что вот есть где-то слава, ну и пусть себе спокойно восстанавливает здоровье, пусть выздоравливает, набирает форму, и потом, может быть, в кубке, но сейчас Ладыгин железный первый номер. Потом с Палетти отстранили. Пришел Бош, матч с крыльями, я сижу в пресс-ложи, и вижу, как Ладыгин отбивает два пенальти. Причем, именно в то время Малафеев уже все-таки рассчитывал вернуться в ворота, хотел побороться с Ладыгином, но Бош обнимал Юру после игры, понимал, что тот реально спас дебют Андрея в Петербурге, был благодарен, естественно, Вилаш Бош, и Ладыгин остался в раме. Или вот первый неприятный эпизод, 14-й год, май, Локомотив-Зенит, казалось, что это будет битва за чемпионство, если что, чемпионом стал ЦСКА, я поехал в Москву, чтобы увидеть эту грандиозную игру, Зенит открыл счет, все текло к победе Зенита, и тут безобиднейший навес, Ладыгин ошибается на выходе, привозит гол, там просто стопудово вообще только его вина, я пошел в микс посмотреть, будет ли Юра таким же беспечным, как обычно, но нет, он вышел, то ли серый, то ли зеленый, я еще больше тогда его зауважал, потому что я видел, насколько ему вообще не наплевать, ну и тогда никто не сомневался, что он вывезет, что он справится, психологически там все будет окей, болельщики в том сезоне, 13-14, признали именно Ладыгина лучшим игроком Зенита, это при Халке, при Вицеле и так далее, при всех звездах, Фабио Капелло тоже очень котировал Ладыгина, взял его в Бразилию на чемпионат мира, то есть подразумевалось, что вот есть Акинфеев, но топ-2, это по-любому Юра Ладыгин, о котором еще год назад никто вообще толком ничего не слышал. Сезон 14-15 стал логическим продолжением взлета Юрия Ладыгина, потому что Акинфеев, как мы помним, напривозил в Бразилии и Юра как будто ощутил, что вот, Акинфеев это можно убрать из ворот сборной России, можно с ним бороться, конкурировать, во-вторых, Зенит приобрел Гарая и по мнению многих болельщиков, в том сезоне мячи до ворот Зенита либо вообще не долетали, либо долетали, но в спущенном состоянии. Я тогда матчи смотрел внимательно, иногда их посещал и скажу так, работы у Ладыгина все равно хватало. Были и сумасшедшие сейвы, были и какие-то авантюры, но при этом 80% отбитых ударов это гиперсолидно, то есть Ладыгин вышел на свой пик. Для меня кульминацией того сезона стал матч в Москве в мае 15-го года, я приехал на открытие арену посмотреть, что это вообще за стадиончик такой, пошел, мне очень все понравилось, но Зенит проигрывал 1-0. Юра Ладыгин где-то минут за 7 до конца выскочил к центру поля, чтобы перехватить атаку Спартака поскорее. Это было гиперстранно, то есть вот он возле центральной линии. Я такое до этого видел, ну только на чемпионате мира в исполнении Мануэля Нойера, но самое удивительное, что Ладыгин не подвез, не поднасрал. Он взял мячик, там выбил, началась атака Зенита, и Халк через пару минут уже сравнял счет, то есть все началось именно вот с того действия Ладыгина. Я помню сидел в пресс-ложе и писал под псевдонимом не про Спартак, не про Халка, который сравнял, не про открытие арену, а именно про Юрия Ладыгина, что это русский Нойер, а тогда еще был тренд, что вот Шатов может уехать в Европу, вот Смольников может уехать в Европу. Я писал, да Ладыгин это тоже почти готовый вратарь для Европейской лиги. Кстати, вот тогда Юрию было 24 года, ну почти 25, и вот если сравнивать его с нынешним Матвеем Сафоновым, я скажу так, да, Матвей очень здорово играет ногами глобально, но у него привозов гораздо больше, чем у Ладыгина в сезоне 14-15. То есть праймовый Ладыгин сильнее, чем праймовый на данный момент Матвей Сафонов. И вот мы переходим к самой жуткой, самой обидной части моего видоса. Поговорим про гадкое. Август 15 года. Матч Зенит-Краснодар. Полное ощущение, что все будет в порядке, что вопрос с вратарем уже закрыт, что Юра будет становиться все сильнее и сильнее, как бы его не увели европейские топ-клубы. Приходим с папой на Петровский и видим, как Ладыгин пропускает между ног без рикошета под собой. Удар издали необъяснимо совершенно. Пришлось доставать телефон, смотреть повтор и все равно не понимать, как Юра умудрился это пропустить. Тогда мы еще думали, а, бывает, раз все матчи, голки перешибаются по-жесткому. Но дальше. Сентябрь. И с Валенсии, например, Ладыгин потерял ворота. Потом Спартак. Все помнят, как он вышел вообще непонятно куда. То есть Ладыгин, откровенно говоря, космически поплыл. К чему все это в итоге привело в сезоне 15-16? Во-первых, Ладыгин сел временно в «Зените». Играл Михаил Киржаков. И когда Юре сообщили эту новость, он просто охреневал. Он не понимал, как это в принципе возможно. И говорил, что был близок к тому, чтобы разнести к чертям гостиничный номер. Дальше. Был матч «Зенита» против «Гента» в Лиге чемпионов. Это был последний тур. Уже 5 матчей, 5 побед до этого. Потом проигрывали «Генту». И Юра очень сильно хотел себя показать. Безумно хотел. Он считал, что отличная идея, если он пойдет подавать угловой. Угловой ему не выделили. Все-таки сказали, нет, углового не будет. Давайте штрафной подашь. И штрафной он тоже подавал. И думал, вот, сейчас мы с моей помощью отыграемся. И сразу я установлю свое реноме топового вратаря. А проблема-то была вообще не в этом. Ну и в сборной России тоже готовилась сборная к Евро 16-го года. Товарняк против Франции. Ладыгин выскочил на Камана. Каман просто сделал из Юры клоуна. Закинул мяч в сетку. И все увидели, что, блин, у Юры уже хронические ошибки. Почему же случилось такое падение? Куда испарилась вся надежность? Есть главная причина, как так все вышло. Дело в том, что Андрей Виллажбош пришел в Зенит со своим тренером вратарей по имени Вилькорт. То есть, Зенит был настолько клубом европейского уровня, что там было два тренера по вратарям. Причем, Вилькорт постепенно отодвигал от работы Михаила Бирюкова и говорил, Миш, давай ты просто поворотом нашим вратарям побьешь, как-нибудь их разомнешь, там потренируешь, а я буду заниматься стратегией. Я теперь буду заниматься Ладыгином. И он обоял Юрца. Юрец начал слишком сильно доверять этому Корту. Корту уже с другими вратарями даже особо не занимался. И вот если бы про эту ситуацию снимали сериал в духе Короля Ишута, то, конечно же, роль Виля Корта должен был исполнить Евгений Ткачук. Он бы говорил, Юрочек, а давай выскочим из ворот к линии штрафной. Защитники подстрахуют. Ой, я, конечно, сильно извиняюсь, но сзади тебя никого нет. То есть, Вилькорт постоянно говорил, Юра, ты обязан играть очень высоко. У нас высокая арене обороны, ты должен вообще выходить за штрафную, ничего не произойдет. Ворота, ну, что-нибудь с ними там, разберемся. Потом уже. Ошибки, ничего страшного, мы на тебя не давим. Но как только ошибки стали действительно такими массовыми, то есть из матча в матч, уже даже Андрей Виллыш Бош подошел к Михаилу Бирюкову, как мне рассказывали, и спрашивал, Миша, что же нам делать с Ладыгином? Источники Зенита подтверждают, что Вилькорт крайне грубо перепрошивал Ладыгина и сломал ему всю систему. То есть, все наработки Юрия, которые у него были, которые сложились за многие годы, они все растворились. Вилькорт начал лепить фактически нового вратаря, и Ладыгин уже терялся в ориентирах, но при этом все равно слушал, слушал, что ему говорят, и, естественно, психологически не вывозил, и на поле тоже творил у него уже свои требования, и Ладыгин их не понимал. По версии Юры, Мирча ему то говорил, всегда делай либо короткую, либо среднюю передачу. Но когда Ладыгин ошибался в игре ногами, Мирча говорил, я же тебе сказал, выбивай подальше. То есть, Ладыгин тоже путался, но факт, что Мирча публично позже обвинил Ладыгина в том, что тот ошибся против Ростова, против Макаби, против Анжи, против Дандолка, и все это привело к тому, что уже в начале 1917 года Луческо сказал, И тут самое время поговорить о том, как Юра Ладыгин воспринимал конкуренцию. В 2013 году он пришел в Зенит, там больной Малафеев, совсем-совсем молодой зеленый Бабурин, и у Ладыгина не было действительно мощного конкурента. Он привык к особому отношению, что у него сразу начало получаться, его сразу начали восхвалять, его короновали, а тут вот посадили его осенью 2015 года первый раз, уже психоз. Дальше, не буду говорить при каком тренере, но тоже предпочли Киржакова, Аня Ладыгина и Юра при всей команде закатил истерику вот в таком духе. А почему он, а не я? Естественно, извиняться его потом заставили тоже перед всей командой, но глобально Ладыгин из тех вратарей, кому нужно знать, что есть он, потом пропасть, а потом кто-то там на лавке страхует, но это не конкурент. То есть Ладыгин должен быть уверен, что он железобетонный первый номер. Еще одной причиной морального спада Ладыгина при Луческу могла стать ужасающая атмосфера в раздевалке, потому что Луческу почти сразу дистанцировался от всего российского костяка, кроме Дзюбы. Вот Дзюба стал любимчиком Луческу, а у Дзюбы до этого были прекрасные отношения с Ладыгином. Вот при Вилош Бош, они фоткались, угорали, обнимали, а потом все изменилось. Вспоминаем конец 2016 года, матч в Краснодаре, камбэк Краснодара на последних секундах, сумасшедший гол Акриашвили. И что же показывал Дзюба всему стадиону и Луческу и партнерам и так далее? Он показывал, что насрал Ладыгин, виноват Ладыгин, стопудово только он, а для Юры, который вырос в Европе, это было неприемлемо, это было неадекватно. Он даже в том самом интервью Роббенеру в 2013 году говорил, что никогда в жизни он публично осуждать партнера не будет и обижать не будет и сваливать на него вину тоже не будет. Ну и тогда Дзюба фактически предал Ладыгина, у них был маленький махач с 20 секунд. Неизвестно, кто там победил, вроде бы просто они попихались, но Луческу встал на сторону Дзюбы и в итоге Ладыгин остался только с легионерами, общался уже в основном с ними и даже потом он говорил, что у него до сих пор есть ватсап-чат, где кто? Ага, Данни, Халк, Вицель, Гарсия, Рандон, Нету и Кришета. То есть Ладыгин просто отодвинулся от российских футболистов. Ну а сейчас небольшое отступление, которое мне кажется идеально раскрывает менталитет Ладыгина, причем уже пожившего в России Ладыгина. Тем не менее, вот Зенит тренирует Виллаж Бош, 1 апреля то ли 15-го года, то ли 16-го, питерский журналист Владимир Колос приезжает на Зенитовскую базу и думает, и Володя просто говорит, Юра, у вас вся спина белая. Что делает Ладыгин? Снимает эту куртку и начинает смотреть, есть ли у него действительно там какое-то белое пятно. То есть настолько он далек от российского типичного юмора. Потом такой, да-да-да, конечно, я в курсе этой шутки, просто там отвлекся. Не-не, я, конечно, знаю. Ну вот, характерный момент. До того, как записывать это видео, я полагал, что на кукуху Юрия Ладыгина, а точнее на ее отъезд, сильно повлиял новый контракт с Зенитом. Если изначально стало больше миллиона, плюс премки, он ощутил себя богачом и приближенные клубы люди говорили, что да, появились такие признаки звездной болезни, гиперсостоятельности. Я знаю две истории по этой теме. Первый сюжет почти публичный, потому что есть такой Анатолич, это легендарный массажист Кокорина, Аршавина, Денисова и многих других заметных спортсменов. И он как-то давал интервью Спортэкспрессу и у него спросили, вот какая машина футболиста вас впечатлила больше всего? И он выбрал не какую-нибудь Кламбу Кокорина, не какой-нибудь мега-заряженный джип Мамаева. Он сказал Роллс-Ройс Юрия Ладыгина. И вот как раз с этим Роллс-Ройсом связан замечательный случай. Приехал Юра Ладыгин на базу Зенита тренироваться на своем Роллс-Ройсе и на той же тренировке оказался один из боссов Зенита. И после занятия он подошел к Юрию Ладыгину и сказал, у нас в Зените на базу, на Роллс-Ройсе будет приезжать только Криштиану Роналду если он когда-нибудь будет играть за Зенит. Поэтому Юра будь добр избавься от своего Роллс-Ройса и пришлось эту замечательную машину продать. Вторая история больше напоминает какой-то слух, но якобы когда у Ладыгина уже закончилось воображение когда он уже не знал куда потратить деньги команда возвращается с выезда прилетает в Пулково и Ладыгин смотрит блин, что-то очень много пробок и хочется в любимый ресторан как-то побыстрее. И он начал агитировать типа, ребята давайте просто арендуем вертолет и быстренько молниеносно долетим чтобы не тратить лишние там 10, 15, 20, 30 минут на дорогу по городу и даже заряженные игроки Зенита на него смотрели как на полоумного. Теперь поговорим о конкретных проявлениях звездной болезни но вот главный хейтер конечно Юра Ладыгина Мерчи Луческу рассказывал, что Юра не выбивал мяч от ворот пока не чувствовал что на него направлены все камеры. Очень он любил попадать в кадр и якобы вот по версии Луческу Ладыгин праздновал голы с командой чтобы просто засветиться лишний раз потому что ему это было очень важно. Или вот Александр Розенбаум в 15 году еще в октябре называл Ладыгина на Бриолинином и говорил я понимаю когда с Бриолином выходит Криштиану Роналду но Юра ты же не Криштиану Роналду блин на месте Ладыгина я бы реально ненавидел Криштиану потому что у того и Роллс-Ройс и Бриолин и никто его за это не ругал. Ну что как же мы оценим карьеру Ладыгина в Зените? Давайте будем объективными первые два сезона были реально крутыми и зрелищными. 50 сухарей за Зенит Ладыгин набрал быстрее чем Малафеев чем Березовский чем Михаил Киржаков чем любой другой галкипер в истории. Или вот например Юрий Ладыгин очень быстро догнал Малафеева по сухарям в Лиге Чемпионов. 7 сухарей как будто мгновенно появились все это на фоне легендарной серии Акинфеева черной серии которая действовала на тот момент которая еще не сдохла. Еще Ладыгин замечательно играл на пенальте. Сейчас это звучит как какой-то шок потому что Киржаков вообще не справляется с пенальти но Ладыгина в кубке против Амкары выпускали вот как такого джокера как будто Ван Гал выпустил Тима Крулла так же и Ладыгин вышел на серию пенальти и выиграл ее. Но после того самого судьбоносного лета 2015 года когда из Ладыгина начали лепить не то нового Нойера не то нового Куртуа не то человека который затмит вообще всех вратарей мира у Юры началась самая настоящая агония. Периодически были какие-то здоровские матчи но гораздо больше было какой-то суеты нервов нелепых ошибок и очень характерно что последний матч Юра Ладыгин провел за Зенит почти 5 лет назад против Минского Динамо 4 гола и там тоже были мягко говоря помарки и после этого Ладыгин за Зенит больше не выходил. Друзья а теперь маленький интерактив для вас напишите в комменты пожалуйста топ 3 вратаря Зенита в 21 веке не считая Вячеслава Малафеева Ладыгин Лунев Киржаков Адоевский Иванов Чентафальский Живнов Кого из них как вы расставите очень жду ваших ответов потому что рейтинги вот эти топ 3 мне кажется получатся крайне любопытными но вернемся к Ладыгину что же у него было после Зенита Олимпиакос два матча не вывез конкуренцию турецкий Газиантеп два матча не привык к Турчаге вот он говорил я в Россию выезжаю с базы у меня просят автограф и просят селфи а в Турции у меня бедные дети просили чтобы я дал им денег на еду и конечно меня это шокировало потом Арсенал Тула тоже два матча причем тренер подпалый ставил Егора Шамова и Ладыгин истерил он не понимал а почему не я почему играет Шамов ну дайте мне шанс ну объясните мне почему я не играю ему говорили подпалый знает Шамова довольно давно и Ладыгин задавал такой вопрос а я же играл за Зенит неужели вы меня не знаете то есть он так и не привык не адаптировался к российским реалиям к суровым российским реалиям потом справедливости ради уже после Тулы Ладыгин ожил в греческой Янине очень не хотел туда идти считал что это какой-то аутсайдер но там было много работы и как раз он вот этот тонус набрал и стал лучшим вратарем греческой лиги у него были сухие серии а потом зачем-то все-таки пошел в Пунатинайкос и сейчас там чудесным образом сидит на бенче и за последние 7 лет у Юрия Ладыгина всего лишь один сезон где он отыграл больше 2000 минут при этом во всех интервью Юра Ладыгин называет себя одним из лучших вратарей России супер вратарем и признается что у него были шансы оказаться в Уэске из Испании или например во Фрайбурге из Бундеслиги или он мог поехать в чемпионшип рубиться за Ноттингем но увы не судьба сейчас Юра Ладыгин в Греции у него все спокойно все хорошо но практики к сожалению нет чему же нас учит путь Юрия Ладыгина я прочитал и посмотрел очень много контента с участием Юры и скажу вам так вот в ранних интервью Ладыгин всегда говорил что причины всех проблем нужно искать строго в себе позднее интервью совсем другая ситуация здесь тренер плохой тут болельщики не те тут функционер клоун то есть неудобных вопросов Ладыгин себе не задает он наоборот говорит я ни о чем не жалею я все делаю правильно у меня все четенько поэтому карьера Ладыгина демонстрирует какой из этих подходов более перспективный разумный честный а самое главное правильный подписывайтесь на канал бейте в колокольчик ставьте ваш бесценный лайк с вами был Павел Городницкий чао с вами был Павел Городницкий